Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить куриные крылышки на шпажках в духовке. Для этого нам понадобятся в первую очередь это куриные крылышки. Куриных крылышек у меня здесь полтора килограмма. Они уже помытые и обсушенные бумажным полотенечком. Итак, для начала мы наши крылышки разрежем и будем мариновать. Каждое крылышко мы разрезаем по суставу. Вот так. И дальше аккуратненько надрезаем. И вот здесь уже легонько разрезается. Вот это нам не нужно, можно использовать потом на бульон. Понадобятся нам вот эти две части. Отправляем их в глубокую емкость для того, чтобы замариновать. И вот так мы разрезаем все наши крылышки. Все крылышки я порезала, теперь будем их мариновать. Берем две столовые ложки кетчупа. Две столовые ложки соевого соуса. Одна чайная ложка соли. Смесь перцев или же черный перец, если у вас в смеси нету, пол чайной ложки. Ну, конечно, молотый перец. Думаю, достаточно. Паприка молотая, сладкая паприка, пол чайной ложечки. Если немножко больше, ничего страшного. И в конце мед. Мед одна столовая ложка. Ну вот и все. Теперь мы это все хорошо вымешиваем. Я все хорошо перемешала. Теперь накрываем или пленочкой, или крышкой. И оставляем мариноваться при комнатной температуре на один час. А пока наши крылышки маринуются, мы подготовим бамбуковые шпажки. Такие вот шпажки бамбуковые. Берем небольшое количество. Берем удобную емкость, чтобы наши шпажки все поместились. И замачиваем их в обычной холодной воде. На минут 10. Это для того, чтобы они потом в духовке не горели. Крылышки наши уже замариновались. Также я подготовила противень. Застелила его пергаментной бумагой. Теперь берем шпажку. Крылышко. И аккуратно так вот прокалываем. Куриные крылышки. Сейчас, минуточку. Что плохо прокалывается где-то косточка. Вот и все. На косточку попало. И так каждую наше крылышко. Это легко насаживается. Думаю, достаточно. На каждую шпажку по 3 крылышка будет вполне достаточно. Вот так мы их распределяем. И выкладываем на противень. Где-то на каждую шпажку поместится по 3-4 крылышка. И так мы делаем со всеми нашими крылышками. Ну вот, все крылышки у нас на шпажках. Пока я накалывала крылышки, я поставила разогреваться духовку на 180 градусов. Теперь наши крылышки мы отправляем в разогретую духовку. Духовку мы отправляем от 40 минут до часа. То есть мы будем смотреть. Вот, отправляем крылышки. Но через 10 минут мы к ним посмотрим. И еще промажем их кисточкой, оставшимся маринадом. Прошло где-то около 10 минут. И теперь, чтобы наши крылышки были красивые, золотистые, вот у нас еще остался маринад. Мы берем кисточкой и аккуратненько смазываем наши крылышки. Вот так мы смазываем все крылышки. Ну вот, все крылышки я смазала нашим маринадом. Теперь отправляем их в духовку. И так мы будем их промазывать где-то еще раза два. Каждых 10-15 минут до готовности, чтобы была красивая золотистая корочка. Ну вот, наши крылышки готовы. Я их несколько раз смазывала кисточкой маринадом. Смотрите, какие они красивые, золотистые. Здесь я подгорела немножко. Это маринад с крылышек, потому что есть мед. И, конечно же, на пергамотной бумаге немножко подгорает. Но главное, что крылышки не подгорели. Они красивые, золотистые. Смотрим на готовность. Наши крылышки протыкаем ножиком. Смотрите, крови нет, выделяется белый сок. Крылышки я готовила 40 минут, потому что они у меня небольшие. Если у вас крылышки большие, возможно, понадобится и больше времени. Но готовность нужно вот так протыкать ножиком или вилочкой и смотреть, что бы не было внутри крови. Видите, внутри белая косточка. То есть, крови нет. Теперь мы наши крылышки вылаживаем на тарелочку и посмотрим, какие они внутри. Вот такие вот чудесные у нас получились крылышки. Видите, какие они мягенькие. Как легко протыкаются вилочкой. Просто разлазятся. Видите, с этой стороны. Внутри беленькие, как я говорила. Беленькие, мягенькие, а сверху золотистая корочка. Такие крылышки можно подавать к столу. Приятного всем аппетита!